где моя гипотеза про что я хочу сказать вот хочу вам показать этот график и давайте я его не просто буду показывать я вам попробую показать в интерактиве это индекс полной капитализации американского рынка ценных бумаг вы на этом сайте можете посмотреть к чему стоит готовиться чего стоит ждать смотрите кризис 2002 года американский то есть еще раз индекс полной капитализации total маркетинг индекс полной капитализации американского фондового рынка сколько он в принципе составлял какие интересные закономерности смотрите первое 2000 год индекс полной капитализации с августа 2000 года 46 с половиной пунктов падает на минимальное значение на 26 пунктов а в 2008 году соответственно падает с октября 2007 года падает с 57 пунктов до 28 пунктов ну и вот где мы находимся сейчас да то есть вот оно падение которое мы наблюдали в апреле месяце там на 30 процентов да и вот практически полный полный воздуху что тут интересно да по продолжительности смотрите между двумя верхушками сколько времени у нас проходит марк 2000 года август 2000 года там порядка трех месяцев мая 7 октябрь 7 полгода не исключено обновление максимального значения или незначительное да то есть 157 пунктов 56 тут 46 54 46 37 буквально от максимальных значений плюс 34 процента и происходит падение падение 2000 года на 40 процентов падение 2008 года на 50 процентов при этом если говорить о глубине падения да то в своем падении рынок практически возвращается к среднему значению это раз два вырастает больше но и падает на больше да на 40 50 процентов соответственно что можно ожидать зачем все это происходит я думаю что ожидаю вот лично я после того как я на все это безобразие посмотрел я понимаю что как минимум мы двинемся вот в сторону 60 процентов то есть следующий показатель необоснованно сильно выросла капитализация причиной роста этой капитализации было то что не в этот период не в этот период здесь все управляли исключительно процентные ставки может произойти а может не произойти вопрос хороший просто вот на графике видно да что было 40 процентов снижение от максимума 50 процентов но сегодня мы можем улететь гораздо больше но во первых если мы ну то есть здесь уже да в период с 2000 года по 2008 все таки были монетарные меры то есть все коррекции которые происходили до этого и стимулирование которые были произведены в этот промежуток времени они были произведены за счет процентных ставок а уже в 2008 году процентные ставки не помогли рынку восстановиться и были печатать начали печатать непосредственно деньги деньги и мы видим что печатание денег да не вылилось в инфляцию потому что они в конечном счете до конечного потребителя не доходили они вылились на фондовый рынок вот вот вам рынок акций который и сделал там практически в 2008 году на не знаю 2009 февраль 9 28 индекс составлял сейчас он составляет 147 нормально нормально поэтому когда говорим о том насколько можем упасть но как минимум рынок складывается в два раза в два раза на 50 процентов можем упасть я считаю что базовый сценарий падение процентов на 60 и кто у нас выступает самыми агрессивными продавцами друзья когда вы продавали даже тогда когда вам не хотелось продавать кто работал с плечом кто проработал с левериджем кто работал с фьючерсами кто являются самыми шикарными продавцами все те лонгисты которые покупают с левериджем все те кто покупает на заемный капитал соответственно здесь вот про это речь то есть мы можем упасть я вам обосновывал да и говорил что вот та картина которая как мне рисуется если если вообще рынок придет к своему среднему значению вот этому минимальному то до сюда ему падать извините меня 82 процента 82 процента друзья и так зачем это все моя гипотеза заглянуться немножко вперед и в принципе чтобы вы снова понимали ценности необходимость что руководствовала лично много понимания вот этих вот глубинных измерений изменений понимание того что на финансовую систему де-факто сбрасывается термоядерная бомба которая приведет к термоядерному синтезу неуправляемым выделяется большое количество энергии вообще само понятие синтеза вопросу конкуренции к вопросу партнерства и пришел я к этому когда мы общались с гором на наставнической сессии и то посмотрите как меняется современный мир люди или кооперируются или умирают когда я говорю про термоядерный синтез спасение в том числе в термоядерном синтезе в семье со своими родными близкими создавать что-то кооперация с другими людьми коллаборации какие-то и это к вопросу о том что нужно посмотреть немножко вперед очень важно смотреть что делать крупные капиталисты происходят так тонические сдвиги изменения последствия будут ну не очень хорошими потому что как мне кажется вот для капиталиста для него ключевой показатель это потребительская ценность он создает по сути потребительскую ценность и на этом зарабатывает а при этом капитал создается посредством создания прибавочной стоимости немножко уходим в экономическую теорию мы опять смотрим вообще свысока на все что мы наблюдаем на всю эту ситуацию если мы понимаем что капиталисту важна победительская ценность посредством создания прибавочной стоимости что участвует в процессе создания прибавочной стоимости три элемента природные ресурсы человеческие ресурсы денежные ресурсы вот три вещи которые необходимы капиталисту для того чтобы создавать и ты должен это контролировать посредством ставников своих собственных посредством управляемых правительств в том числе и тогда мы переходим в следующую историю да давайте подумаем ну окей а вот если все таки разгонится инфляция хоть и говорят что ее не будет вот в чем выгода высокая инфляция то есть если бы разгонится инфляция мы мы видим да что потребительская распорогаемые доходы растут что деньги печатают 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 это в любом случае приведет к инфляцию а если будет высокая инфляция что мы таким образом получаем обесценивание а не списание долгов то есть ты долги не списываешь их просто обесцениваешь за счет инфляции соответственно когда ты их обесцениваешь что у тебя есть возможность по новой занимать потом когда уже инфляцию под контроль поставишь как ты поставишь инфляцию под контроль путем роста процентных ставок когда ты поднимешь процентную ставку что произойдет с компаниями что произойдет с людьми у которых высокая долговая нагрузка у людей с высокой долговой нагрузкой они просто будут распродавать свои активы Компания открывает свои активы и выгоняет на улицу высококвалифицированный персонал, который не сможет найти зарплаты и который будет свои знания, умения, навыки продавать за очень дешево. Это соответственно высокая инфляция таким образом приводит к списанию долгов, к потерю активов абсолютным большинством людей, снижению стоимости трудовых ресурсов, череда банкротства абсолютного большинства как компаний, так и физических лиц и целых государств, которые имеют высокую долговую нагрузку и тогда ты просто ослабеваешь это государство, ставя своих нужных людей, твоей компании к человеческим и природным ресурсам этой конкретной страны. Гипотеза. Вот вам вопрос с высокой инфляцией. Как она на самом деле кому-то исключительно может очень хорошо сыграть? Что нам во всей этой ситуации делать, как не попасть под каток? В чем может быть защита? В любом случае покупка золота. Но опять сырьевых товаров здесь нужно понимать краткосрочное и долгосрочное. Краткосрочное это может быть финансовый инструментарий. Но опять это может быть все превращено быть фикцией. Очень хорошая история, чтобы вы все-таки горизонтами планирования мыслили порядка 20-30 лет. То есть в принципе какими-то природными ресурсами, на которых есть возобновляемые источники. Вода та же самая, озера. То есть если можно взять в аренду, по-хорошему, чтобы это было у вас. Покупка индекса страха. ВИКС. Страхуйтесь. Индекс страха, когда он взлетает, он взлетает резко и быстро. 1% вашего капитала, на который вы покупаете ВИКС, позволяет вам фактически страховать. Ну то есть 1% вложили, рост там в 5 раз. Даже если весь ваш портфель упадет на 5%, то есть ВИКС можно брать там в пределах 3-5% на привлекательных уровнях. Ну покупка индекса страха это вот именно одна из историй, которая позволяет хоть как-то быть защищенным. Смотреть, что покупают фонды крупных финансовых планов. Очень осторожно использовать леверидж на просадках рынка. То есть когда рынок будет падать на 30%, на 50%, держите всегда в голове, что рынок может упасть, даже американский рынок может упасть на 80%. Поэтому не злоупотребляйте лишний раз левериджем. То есть понимайте, что может быть того, что вы даже предположить не можете даже в самом плохом сне. Отпустите алчность, это не самое лучшее время сейчас для заработка, да, потому что неопределенностей очень много. И вот именно там, следуя словам, заветам Далио, да, не злоупотребляйте рейджем. Изучите работу с опционами, потому что опционы достаточно удобные, интересные инструменты, которые позволяют как защищать риски, так и получать, может быть, сверхвысокую доходность в случае упавших рынков. Но когда рынки будут падать, как правило, в этот период взлетает имид с волатильности, и опционы стоят очень дорого. Но, тем не менее, сейчас страховка очень классно используется. Мой совет, по-хорошему изучите, да, вложите знания в свою собственную голову, потому что у вас будет хороший инструмент. И это надо использовать сейчас, когда рынки будут на максимуме, да, то есть вот чтобы захеджировать эти риски. Потому что с фьючерсами там опасны. Находиться в продвигающей среде единомышленников, ну это я к вопросу о том, что кто еще не является в клубе инвесторов в хорошее время, чтобы туда войти. Быть готовым к потерям. Очень правильный, на мой взгляд, совет, связанный с тем, что вы должны быть готовы к потерям и относиться к этому спокойно. Не рвать на себе волосы. Ах, что происходит, ах, какой я дурак. Ребята, в такой ситуации, ну смотрите, просто не мы такие, да. Получается, что все к этому сводится, да, то есть центральные банки печатают на обеспеченную валюту. Но это в любом случае проведет к инфляции. Это в любом случае бомбанет. И если бомбанет глобально, ну весь наш успех, все наше благополучие зависит от цен на сырье. В этом плане Россия, наверное, больше защищена, потому что сырьевые товары нужны будут. Но когда ограниченным количеством производства будет владеть ограниченное число людей, это, по сути, монополия, которая может диктовать условия даже тем, кто выживет. Ну не будем мы покупать твою нефть там по рыночной цене. Будем мы ее покупать в два раза ниже. А не будешь продавать, ну и сиди ты со своей нефтью, ради бога, да. Поэтому я к вопросам о том, что нужно быть готовым к потерям. И это нормально. И что они будут, другой вопрос, что они не должны быть смертельными. То есть они должны быть критическими для вас. Развивать себя и свою семью обязательно, да. То есть развиваться самостоятельно, развивать свою семью, знания, умения, навыки, менять окружение, обзаводиться новыми связями, знакомствами. Делать термоядерный синтез уже в вопросах коллабораций. Понимать, развивать свои коммуникативные способности, знакомиться с другими людьми, становиться полезными для других людей именно на уровнях, на условиях партнерства. Вот это очень важно, да. Об этом тоже будем много говорить. Ну тоже очень такой, на мой взгляд, уже под конец появился совет. Если есть накопительные страховые программы, ну то есть накопительная страховая программа, и до ее окончания осталось менее трех лет. Закрывайте, ребят, ну вот реально закрывайте. Облигации стоят очень дорого, доходности там никакой нет, купонов там никаких не получают, а риск того, что все это навернется медным тазом, очень и очень высок. И просто может получиться так, что вы скажете, ну выкупная сумма маленькая, опять же пожадничаете, может просто в итоге сыграть очень плохую шутку, связанную с тем, что страховая просто не сможет исполнить все свои обязательства, и у страхового бизнеса будут очень серьезные проблемы. Я сказал, что я думаю по этому поводу, у страхового бизнеса будут большие проблемы по одной простой причине, потому что облигации надежные, имеют сейчас отрицательную доходность. Соответственно, когда облигации имеют отрицательную доходность, то страховая компания на этом ничего не зарабатывает. Когда облигации начнут продавать, и когда будет повышать процентную ставку в своем номинале, потеряют по рыночной цене 10, 20 и 30 процентов. В этом случае все старики, пенсионеры из страховых компаний начнут забирать свои деньги. Когда это еще больше увеличит предложение, и просто страховая компания не сможет удовлетворить требования клиента. Вот поэтому и будут проблемы. Смотрите в суть, стоимость процентных ставок и что происходит на рынке долга. Ребят, договор накопительного страхования заключайте, страшного в этом опять-таки ничего нет, просто не превышайте этих лимитов. Не то, что страшного в этом ничего нет, я говорю, что риски очень большие. Еще раз смотрите тогда, кто перестраховывает эти риски страховых. Или если это рисковое страхование, всего лишь на один год. То есть вот можно забрать, да, и купить рисковую страховку. Хорошая альтернатива может быть. Начало зимы 20-го года до 30 процентов я лично буду. Это не совет, не инвестиционная рекомендация. Я лично для себя решил, что капитала буду иметь в наличных ликвидных средствах. Наличка. Не брокерский счет, не банковский счет, просто наличка. Купить фонды золота с физической поставкой. Есть такие фонды, да, можете получить запись предыдущего съезда. Мы подробно это разбирали. Ну и расширить свой горизонт планирования просто на порядок. Если был 5 лет, значит у вас должно быть 50 лет. Если было 2 года, значит должно стать 20 лет. Потому что внутри вот этого временного промежутка будет сформироваться абсолютно новая финансовая система. Поэтому вот увеличьте горизонт планирования и станет проще принимать инвестиционные решения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин